Представители предприятий и производителей строительных материалов и комплектующих, а также торговых сетей и строительных организаций собрались сегодня на базе научно-технологического парка. В рамках расширенного совещания они имели возможность наладить конструктивный и взаимовыгодный диалог, обсудить имеющиеся вопросы и проблемы, обменяться опытом, просто познакомиться и ознакомиться с возможностями друг друга. Цель данного мероприятия – обсудить проблемные вопросы взаимодействия. Хотелось бы, чтобы наши производители Брестской области, Беларуси имели приоритетную возможность продавать и продвигать свою продукцию через наши торговые сети. Свою продукцию на выставке, которая являлась частью большого мероприятия, представили порядка 40 предприятий. Есть среди них и старожилы, и новички. Однако цель у всех одна – продвижение своего товара. Последнее к слову, производители все время стремятся обновить, сделать более конкурентоспособным, подстроиться под вкусы и предпочтения потребителей. Наше предприятие выпускает щетино-щеточные изделия, электроустановочные изделия, освоили выпуск часов настенных, пробки для бутылей 19-литровые, пробочка пушпул, это мы закрываем бытовую химию. Мы не стоим на месте, мы проводим анкетирование вообще по нашим покупателям и стараемся прислушиваться к их пожеланиям и своими возможностями стараемся это реализовать. Производством кирпича мы занимаемся где-то уже в районе 8 лет. И это такая продукция, которая достаточно востребована на рынке Белоруссии, хотя она относится к более клипному такому сегменту, можно так сказать премию. Но по цене она в общем-то сопоставима, человек может себе позволить облицевать свой дом нашей продукцией. Выпускаем мы кирпич облицовочный и плитку облицовочную. Цепочка движения продукта от сырьевой базы к потребителю имеет немало звеньев. Одно из важнейших – торговые объекты. С особым интересом ассортимент выставки изучали их представители. В настоящее время реализации строительных материалов и комплектующих на Брещене занимаются более трех сотен субъектов хозяйствования. Эта цифра включает малый, средний и крупный бизнес. Приоритет белорусского производителя обязательно. И допустим, те, что производители белорусские и даже Брестские, допустим, Брестской области, они активно в нашем магазине предоставлены. И мало что, там, ну не знаю, система такая, что каждый представитель этой фирмы еще сидит не просто наш работник, а Метчердайзер, ну какой-то человек, который их представитель и продвижает их торговую марку прямо в магазине именно их. Их достаточно много. В этой организации мы в основном, мы с ними пока не работаем. Сейчас мы будем рассматривать, соответственно, возможности эти, почему и так далее. Каждым поговорим. То есть это можно рассматривать. Возможно, они здесь по этой причине не пришли, что как бы еще их в сетях именно слабо представлено. Производителям Брещены есть, что предложить потребителю, как белорусскому, так и зарубежному. Пусть и косвенным, но очень важным показателем качества выпускаемой продукции является ее востребованность на внешнем рынке. Строительные материалы и комплектующие с пометкой «Сделано в Брестской области» уезжают на экспорт в десятки стран мира. Практически все сегодня представленные производители здесь реализуют свою продукцию на экспорт. Это уже говорит о качестве и востребованности не только нашим покупателям. Это первое. Второе. Большинство из них используют самые передовые технологии производства. Поэтому сегодня эта продукция, она достаточно качественная для того, чтобы сказать, что она является одной из лучших, которая производится у нас и у наших соседей. По словам заместителя председателя Брестского обл. исполкома Андрея Клеца, такие совещания выставки хорошо зарекомендовали себя и обязательно будут иметь продолжение. В настоящее время практика предусматривает их проведение не менее двух раз в год. Однако при необходимости может быть и увеличена частота встреч и расширен список участников. Наверное, мы будем повторять уже ближе в сам строительный сезон такую выставку. Если этот принесет определенный успех, то будем повторять эту выставку уже и летом. И, скорее всего, обязательно проведем ее в осенний период времени, вне зависимости, что входим в не сезон. Но есть наработки и предложения предприятия по изготовлению новой продукции для нашего потребителя. Анастасия Стропко, Денис Величкевич и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.